еще раз керамические элементы из молда вот это полностью сделаны из керамики да они плоские хорошие но ничего то есть как бы бить их конечно же пол нельзя но так как они у нас будут на плоской работе мы начинаем делать начинается все с того что ваш домик надо будет сначала внутри это то есть как бы желательно обязательно покрасить морилкой неважно какая у вас есть морилка водная спиртовая какая есть такое прокрашиваем почему потому что мы будем с вами работать сегодня делать весь этот декор очень много клея и морилки любые неважно на каком они растворители вода спирт ацетон они проникают в структуру древесины да то есть вот в эти микропоры поэтому у нас считается морилка это такая то есть как бы краска полупрозрачная да то есть как бы что именно через морилку видны все прелести древесины наши да которые есть и если вот эти поры на древесине будут в лаке или в клее неважно в пва в докупажном клее то это место у вас не закраситься морилкой то есть морилке надо проникнуть в поры древесины и если будет вот это вот пятнышко отклеили еще от чего-то да то соответственно то есть как бы морилка здесь не покрасит поэтому сначала в обязательном порядке внутренности чайного домика мы проходим с вами морилку на этом кусочке древесины я вам сейчас поставлю покажу как делать то есть как бы основной декор если вдруг вы залили мало ли там молд неровно стоял у вас да или какие-то там были там неважно кто-то там все-таки тыкнул вам туда палочкой или пальцем в эту заготовку да и у вас не очень ровное основание для того чтобы она приклеилась ровненько и хорошо то есть как бы мы что делаем мы основание подшкуривая вот чем еще хороша как бы эта пудра тем что берем наждачку кладем ее то есть наждачный лист бумаги кладем ее на ровную поверхность а еще лучше на какую-нибудь опять же кошку там древесину да то есть как бы чтобы она у нас была ровненькая и шкурит шкурится очень легко и очень просто чтобы именно выровнять поверхность то есть все мы ее немножечко подровняли если даже у вас есть какие-то здесь вкрапления которые вам мешали будет приклеить ее ровненько то мы значит то есть как бы вот их готовим на что клеить клеить в данном случае тоже можно на все что угодно значит клей столяр да вот я думаю что у многих он есть то есть вот такой вот столяр момент до подойдет то есть как бы вот помните тоже у меня есть какой-то мастер класс по моему про деревянные заготовки как раз где я рассказываю про этот столяр да почему именно d3 то есть как бы вот этот пва любой клей нас считается пва ну вот именно маркировка d3 или надпись столяр она говорит о том что у него консистенция намного лучше то есть как бы мы ее промазываем клеем так очень хорошо и прикладываем там где у нас будет ну вот ведь давайте у нас будет может быть вот так вот внизу есть еще такой вот вариант все-таки корни да то есть как бы это вот у нас не не знаю в дереве да в каком-то пенечек какой-то у нас стоит и домик в пенечке лесном поэтому то есть как бы есть присутствует корни вот корни все-таки как бы то ни было я буду лепить из глины у меня глина цветочная вот тут остатки я нашла мастерской да самая такая то есть как бы тоже любимая свое время очень долго мы с ней работали цветочная глина но не обязательно она вот какая у вас глина есть то и работает единственное что вот запекаемую я не очень так цветочная у меня простая девочки работали из фарфоровые да то есть керамические тоже глины ну какие хочешь то есть как бы вот из чего есть кто-то у нас уже очень может профессионально самостоятельно лепить да то есть как бы эти пасты намешивать тоже чей-то вебинар был не знаю девочки простите я фамилии очень тяжело запоминаю вообще мало смотрю вебинаров поэтому то есть как бы все только так понаслышке кто рассказывает чем я буду работать дальше если у вас то есть у нас есть клей для декупажа а вот такой вот он очень жесткий салфетки на него конечно клеить более проблематично он для декупажных карты для рисовых он берет насмерть он немножечко похож этот клей наш на арт арт мод подждая наверное вот арт подж нет арт почта как раз любимый наш который мягонький вот подж там и клеила да то есть как бы и грунт вот у нас вот тоже он как бы вот немножко такой вот густоватый да то есть на него клеится вот все что угодно и карты и и тонкие карты и толстые карты и рис для салфеток он грубоватый сразу говорю но вот глины то есть как бы он тоже клеит хорошо и весь наш основной декор тоже клеит замечательно поэтому мы будем работать с ним так если нету таких клеев как я называю что можно сделать обычный клей pva но не канцелярский конечно а такой да то есть как бы строительный нету там обычного клея есть у вас тот же самый столяр заведите столяр с водой то есть тут вот ну не принципиально вот тот декор который я сейчас буду показывать аля имитация коры да такая самая-самая примитивная конечно то есть как бы это все очень легко да то есть как бы и просто вот корни тоже как вы хотите мне понравилось чтобы вот непосредственно наш домик да то есть как бы вот двери в домике были в корнях поэтому я его вот так вот плотно приклеиваю ой я поставил это кисточку и радостно работаю приклеиваю плотно к молву да или к элементу еще раз так вот получше прям промажу и вот с этой стороны корни неровные у нас как хотят так и лежат да где еще блин у всех все получилось и чудо вокруг окошечек тоже сделаю немножко ну то есть чтобы такие тоненькие корешки облепила глины да то есть как бы окна чтобы вот она то есть они такие уходили в никуда сверху еще раз прошла то есть как бы этим клеем на то есть для того чтобы глину зафиксировать что мы делаем дальше вот на этом этапе мы сейчас должны с вами продумать декор именно тот декор который у нас будет съемный еще раз горшочек вернее ящичек для цветов извините и цветы да это будет съемная вот как раз сейчас мы с вами начинаем продумывать вот эту композицию где это приблизительно у нас будет мы для себя помечаем на заготовке видите когда я все это клея да то есть я никакую заготовку не грунтовала просто то есть как бы вот сразу на дерево где-то вот так вот примерно я себе карандашиком отмечаю меня будет горшок и цветочки да то есть как бы где-то вот так вот очень визуально вот я себе отметила вот здесь у меня будут цветы вот здесь у меня будет вот он горшочек нарисовал что делаем дальше я думаю что во многих магазинах если нет потом мало ли если кому-то надо будет да то есть мы тоже можем выставить в продаже вот такие вот магниты они продаются вот такими полосочками то есть как бы маленькие кругленькие как-то они правильно называются не знаешь ну вот это вот тоненькие маленькие круглые магниты которые как раз идут вот так вот по 2 да то есть вот они открепляются то есть как бы и соответственно будут использоваться как декор вот эти магниты мы будем использовать в нашей работе что мы для этого делаем надо этого с вами есть шуруповерт ну по крайней мере у меня есть я думаю что он есть уже у многих и дрель сверло по дереву не 3 сверло по дереву да то есть как бы именно 6 миллиметров в диаметре как магнитик наш и приблизительно мы ищем посередине у нас точечку то есть где этот магнит будет мы вставляем наше сверло небольшое такое отверстие под магнит вот видите то есть как бы именно вот сюда магнитик я буду вживлять примерно где у нас будет с вами наш съемный декор то есть как бы мы делаем небольшие отметины да то есть как бы вниз сверлен небольшие дырки и здесь тоже есть разный момент есть клей момент гель да то есть как бы вот то что у нас мы можем приклеить нашу луночку если нету сверла то ничего страшного вы можете просто приклеить магнит на деревянную поверхность то есть не утопить его да а потом мы будем с вами делать декор и соответственно то есть как бы задекорируем немножечко его чтобы его было не так видно то есть как я делаю пару это обычные белые салфетки самые простые или то есть как бы второй третий слой вашей декоративной салфетки до что может быть то есть как бы мы ее пропитываем клеем и формируем как нам начнем вот наверно вот отсюда с краем опять я работаю все тем тем же самым клей для декупажа да то есть еще раз говорю клей пва разведенный клей столя ну попробуйте все что угодно уж салфетку то пропитать точно любой клей пропитает и зафиксируется ее так как надо чем клей жестче тем лучше будет то есть как бы он пропитывать как делать кору из салфетки это уже ваше совершенно предпочтение хотите вы делать ее более оригинальную значит идите в лес найдите себе кусочек там коры да то есть и пытайтесь ее полностью вообразить у нас он все-таки сказочный лесной домик мы будем кору делать так как вот вспомнится так как придется пропитала салфетку видите полностью все клеем да то есть как бы и сейчас вот таким вот образом ноготочками где-то тут не пропиталась она до конца то есть принцип наверное тот же самый папье-маше таким вот образом ну вообще да наверное то есть как бы болью как ляжет знаешь а ну то есть как бы вот как пойдет называется да то есть вот таким вот ноготочками можно это делать как называется полостилин для сегодня кретинизм глины для глины как масте не мастихина шпателе да у них специальные может стеки 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 вот 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 то есть кто-то стеками ну я же как всегда все делаю пальцами и руками на вот эту вот глину которая вокруг окошек я немножечко захожу салфеткой а то есть как бы я ее формирую то есть как бы вот то что у нас получается в белом видите видите то есть вот она салфетка вот так вот то есть как бы пропитывается вся полностью клеем очень близко я хожу то есть как бы и вот вот эту вот кору которая как окошку да то есть как бы объем вот такой вот я предала то есть вот оно все то что где-то топорщицы ну и пусть топорщицы завтра она застынет то есть как бы она сохнет увы вот так вот сутки да то есть завтра она застынет все у нас просто в смерть как называется будет такое жесткое жесткое значит то что касается вот как раз магнитов если мы положим много декора да вот такого кору салфетки или еще что-то на магниты то конечно сила этих магнитов пропадет тем более они у меня такие ну где-то наверное полтора миллиметра всего да поэтому вот здесь вот как бы мы промазываем сейчас все но где будет декор из магнитов я их все-таки решила оставить без какого-либо вмешательства смотрите видите то есть я сейчас аккуратно закрыла но ноготочечком их потихонечку открывая до раздвигая вот эту салфетку и еще то есть смотрите так как я эти магниты утопила да не как сказать не на весу они у нас то любой декор который будет если мы сделаем очень высокую кору здесь то соответственно нам тоже будет здесь мешаться поэтому как можно пониже вот возле магнитов да то есть как бы вы делаете вот эту кору очень низко вот таким вот образом да то есть мы сделали с вами имитацию коры у нас еще раз повторюсь и керамические декоративные элементы до из молдов то есть как бы керамика окна здесь и дверь кору мы сделали из любой глины которая у вас есть да можно ее намешать самостоятельно сразу с вами то есть немножечко углубились в древесине для нашего декора вставили магниты то есть и салфетками сделали имитацию коры вот так как можно хаотично да то есть как бы хотите то есть ее можно сейчас стеками да то есть как бы вот здесь не пропитала чуть-чуть то есть как бы стеками увеличить именно по вернее придать ей форму по вертикали да как это коробок будет то есть как бы сейчас уже вот какие-то такие вот движения то есть как бы можно сделать да чтобы то есть как бы это была более правдивая имитация но сделать ее то есть легко и вот в этом случае то есть как бы у нас все остается сушиться сушиться конечно это должно где-то ночь как минимум часов 10-12 вот чайный домик который то есть как бы я сделала заранее то что у меня как раз есть когда высыхает он приобретает вид вот такой вот немножечко страшненький да то есть как бы вот она бумага все эти салфетки то есть становятся полупрозрачными но с клеем да то есть как бы они принимают формы вот такие вот прям вот жесткий 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 и и и и